Ассаламу алейкум, уважаемые друзья, это программа Экстра Раунд и меня зовут Асламбек Бадаев. Сегодня у нас в гостях боец из Казахстана Кайрат Ахметов. Кайрат Ахметов. Боец смешанных единоборств, выступающий в наилегчайшем весе его статистика в ММА, 24 победы и всего два поражения. Кайрат является экс-чемпионом в One Championship, более того, он провел два поединка против нынешнего обладателя пояса Адриана Марайеса, в одном победил. И учитывая, что Ахметов в официальном рейтинге промоушена располагается на третьем месте, не исключен их третий бой. Ассаламу алейкум, уважаемые друзья, приветствую тебя не только в нашей программе, но и в Чеченской Республике. Надеюсь, тебе здесь все нравится. Ты приехал на сборы. Расскажи нам, готовишься ли ты сейчас к поединку или это просто такой очередной неплановый сбор? Это как бы втягиваюсь в форму. Точной даты еще нету, но планирую провести бой в Аухе или в сентябре. Пока только вот вхожу в форму, мои первые сборы после месяца Рамадан и сейчас, так скажем, втягиваюсь. Ну как себя чувствуешь? Насколько вот смена климата часовых поясов на тебя повлияла? Ну первую неделю чуть тяжеловато было, сейчас уже потихоньку втягиваемся, работаем уже по программе. Все очень нравится, гостеприимство в первую очередь, всех-то братьев мы здесь знаем, общаемся всегда. Вот сюда приехал, уже начали вообще тесно общаться, так скажем, казахи и чеченцы, братский народ. Несомненно. Да, и они во всем нам помогают, хорошие тренера. Очень здесь понравилось, я здесь первый раз, но я думаю не последний. И вообще все на хорошем уровне. Тем более условия здесь тренировочного процесса очень на высоком уровне. Я думаю, мы частенько будем сюда приезжать и набираться опыта. Я знаю, что в Таиланде на сборах ты знал некоторых ребят, с кем-то знакомился там, уже в принципе ты когда сюда ехал, знал. Расскажи немного об этом. Как часто там кого-то видел, издешних ребят, насколько тесно общались там? Ну, так скажем, я ребят в Таиланде частенько видел, именно братьев чеченцев, особенно Майербека Тайсумова, мы очень хорошие друзья, братья. И вот пацаны всегда приезжали на сборы и всегда, я в принципе для меня не новый тренироваться ребятами, к этому я уже с ним и в Таиланде тренировались. И здесь я так скажу, хочу похвалить, здесь ничем не хуже оказывается. И по погоде, только моря не хватает, а так все нормально. Хорошие климатические условия. А если мы углубимся в тренировочный процесс, везде есть какие-то свои именно уже наработанные схемы, будь то Таиланд, Казахстан и здесь не исключение. Что здесь ты нового для себя увидел? Ну, здесь очень много спарринг-партнеров, именно на мой вес, если по именам Имран Букеев, Юнус Ивлоев, Рахман Дудаев, в принципе, да, очень много. И стараешься что-то научиться у них, все-таки выступаем на высоком уровне. И, как говорится, век живи, век учись, надо всегда учиться, стремиться что-то научиться. И, в принципе, я здесь в данный момент учусь, только учусь. И я думаю, в следующем бою это все мне поможет. Довольно неожиданно в своем последнем бою Деметриус Джонсон уступил Адриану Марайсу. Это твой старый знакомый, мы о нем немного поговорим позже. Вот об этом поединке, был ли ты удивлен, что Мышонок не справился с ним? Я не был удивлен, потому что я даже своим менеджером, Саятом Абдрахманом, хотел даже поспорить на телефон. Я сказал, что Адриану Марайсу выиграет. Почему-то мне так казалось. Все были против, но я не удивился. Я не удивился, я примерно допускал эту возможность. Как ты считаешь, вот это, может быть, именно вот эти правила в NFC, которые не практиковались в NFC, и, может быть, не совсем еще их поднатаскал, скажем так, это повлияло Деметриусу? Это, конечно же, повлияло, потому что бразильц на фоне Деметриуса был габаритнее намного, и физически, мне кажется, Деметриус не справлялся с первого раунда. Сам Деметриус вроде небольшой, но вот это у нас весогонка, как вы знаете, чуть по-другому. И кому-то это идет, кому-то нет. Я думаю, это повлияло, наоборот, не пошло Деметриусу Джонсу. Но я еще имею в виду то, что удар коленом, который здесь разрешен, UFC не был разрешен. Как ты думаешь, до конца подстроился под эти правила Деметриус? И вот эти, может быть, нюансы правил тоже повлияли? Вот именно, что это и повлияло, он привык к UFC вставать, сразу же вставать и никак не ожидал этого колена. Ну да, в принципе. И в предыдущих его боях, во всех боях он всегда быстро вставал, славился своим скоростью быстро. А здесь он его подловил на этом же своем вставании ударом колена. Ты сказал про нюансы взвешивания. В UFC славится тем, что там каждые бойцы, они, в принципе, выступают на вес выше. То есть тебе нужно показать на взвешивании 61-700, правильно? 61 ровно. Ровно 61, да? И вот насколько для тебя эта система подходит? Расскажи немного о ней. Как там вообще все это происходит? Я немного адаптировался уже, примерно тоже изучал. Первые узбунки было тяжело, как именно в психологическом плане. Потому что именно на воде не гоняешь, только диета. И это немного разрушает твой мозг, так скажем. Ты вот первый день взвесился, и у нас по традиции мы же начинаем кушать. А здесь следующий день, два дня взвешивания, и ты не можешь подстроиться под этот... То есть ты два дня 61 должен показать? Должен показать, да. И сперва проверять, делаю гидротест, получается, на жидкость. У них есть свой этот, и жидкость, и там не должен превышать нормы, там, 200, я по-моему, точно не знаю. И много кто не может пройти из этого. И если он провалил эти гидротест, получается, три дня взвешивания уже. Хоть он сделает вес, три дня взвешивания, уже, конечно же, это будет тяжело. Ну, ты, получается, на 61 тоже гоняешь, да? Да, на 61 гоняю, у меня с этим проблем не было. Первые бои как бы тяжеловато было, что-то для меня это было новое, я не знал, как подойти. И как бы вообще, очень, за два месяца начал делать диету, как бы тяжело было. А сейчас уже, уже знаю систему, как гонять. Ну, на воде не гоняем, делаем диету и, в принципе, проходим гидротест. Но в целом ты считаешь, что это лучше, чем вот эта классическая весогонка? Ну, для здоровья это же, конечно, безопасно, я так думаю. Потому что все равно ты, когда гоняешь много веса, это все равно влияет на твой организм. А здесь не дает много гонять веса. И кому-то это, я так же скажу, кому-то идет, кому-то нет. Кто-то любит. Мне бы было проще гонять на 57 килограмм. Традиционно. Традиционно гонять и уже на следующий день восстанавливаться, да? А здесь 2-3 дня взвешивания и чуть-чуть психологически, чуть-чуть иной раз бывают такие моменты, что не справляешься. А так, для здоровья, конечно же, это, я думаю, всем на благо. Про Адриана Морайса. У вас с ним было 2 боя. В первом ты победил, потом он взял реванш, ты был чемпионом, потом потерял этот пояс. И сейчас, каков твой статус? Насколько ты близок к чемпионскому бою? Я один из претендентов, наверное, так скажем. Я в рейтинге стою третьим. Это после чемпиона, после Дмитриса. И передо мной стоит еще филиппинец Дэнни Кингант. Я один из претендентов. Но у меня сейчас, в данный момент, когда включается, у меня через бой могу за титул подраться или же сразу же за титул. Я пока еще сам не знаю, как организация лига решит, и я так же буду уже драться. А когда вообще ты планируешь поехать подраться? Ты сказал августе, но может быть ты пораньше поедешь в Азию, где-то адаптироваться будешь. Есть ли какие-то такие планы у тебя? Ну, мне сперва надо по-любому выезжать за границу. Я думаю, пораньше, наверное, поехать, потому что у нас вакцинация, именно наши спутники не котируются. Вакцинация у вас в Казахстане, спутник, а спутник там не работает? Не работает, да. В Сингапуре? Да, в принципе, наша российская, китайская, ничего не работает, только американская и европейская. А у нас в Казахстане, в России, в Сингапуре, в принципе, его нет. Надо выезжать в Дубай или же куда-то лететь еще. Ага. Как ты планируешь, ты в Сингапур полетишь или куда-то еще? Меня в Сингапур туда не пустят, получается, мне надо сперва куда-нибудь оттуда вакцинироваться и, получается, оттуда уже лететь. Довольно-таки любопытная ситуация. И знаешь, в АНФС, они на самом деле такие, выделяются на фоне остальных организаций, у них всегда какие-то свои новшества. То есть то, что у них в карне, в перчатках маленьких и так далее, это тоже по-своему особенно. Но знаешь, я еще что хотел сказать, вот проходили турниры в конце года, в начале года, они прошли там недели две назад, а результаты и видео выкладывались там через две, через три недели. И при этом бойцам говорили, если вы кому-то скажете результат, будут серьезные штрафы. Ты попал под эту систему, дрался ли ты по такой системе? Если да, расскажи, если нет, тоже, может, тебе рассказывали, как это все было. Я не знакома, но я сам через это не проходил, но ребята рассказывали, что они делают с утра до вечера турниры, получается, с обеда до вечера, там, 18 пар и так далее. И они распределяют. У них в Сингапуре, я так понимаю, был момент, что больше шести пар нельзя драться. И они промежуточно делали два часа ивента, через два часа опять, за целый день, да. И вот так вот справляли. Ну, конечно же, и там, конечно, вот такой момент был. Если где-то будут какие-то информации, что он выставил в Инстаграме и так далее, полный гонорар набирают. И все боялись этого, и все молча сидели. А если, допустим, нам, друзьям на тренировке шепнул, что ну как ты там, допустим, приехал уже домой, ну как ты подрался, ну выиграл, но никому не говорите. Вот в этом плане, как тяжело? А я думаю, все уже понимают, что они лишний раз никуда не выезжали. Они после турнира оставались еще на неделю, я так понимаю. Вот так вот, да. Ну, довольно-таки интересно. В целом, я тебе скажу, очень такая зрелищная организация в NFC. Там преимущественно стойкие бои проходят. Картинка, графика на уровне, комментаторы эмоциональные. Устраивает ли тебя все в этой организации, или все-таки ты вот думаешь, что как бы в UFC можно было бы? Ну, так изначально, я так скажу, что было тяжело мне адаптироваться под эту организацию, потому что там что-то было, как вы говорите, все нестандартно. Вот висогонка, вот эти моменты. Когда я подписывал контракт, было как всегда во всем мире, а здесь висогонка, и меня что-то подкосило. Я немного, года два не дрался практически, не мог подстроиться под это, да и были какие-то травмы и семейные проблемы, так скажем. А потом я каждым боем уже научился, и мне каждым боем уже начала нравиться эта организация. Потом, изначально, я так скажу, мне не нравилась эта организация. Ну, а сейчас? А сейчас я в данный момент, я удовлетворен, мне все нравится, потому что я первую задачу ставлю на свой вес, и там очень много конкурентных боев, и сами знаете Дмитрий Джонс, и у нас сейчас вот эта вот суета Адриана выиграл Дмитрица, уже есть интерес, и мне сейчас в данный момент неинтересно там выступать. Вот, ну, так скажем, для казахстанского, ММА, да, так скажем, для казахстанских зрителей, когда я только дерусь, они смотрят, а вообще эту организацию практически никто не знает и не смотрит, потому что там все на английском, и для нас ближе эссея, так скажем, для казахстанского народа ближе эссея, ну, факты есть факты. Ну, да, тем более здесь сколько ваших бойцов выступает. Еще такой момент, Кайрат, Жалгаз Жумагулов, боец, который шел на такой хорошей победной волне, уверенно подписался в UFC, но что-то пошло не так у парня. Ты наверняка знаком с ним, общался, вот в чем ты видишь причины пока вот этих неудач Жалгаза? Ну, Жалгаз мой близкий брат, друг, мы представляем одну команду. Я думаю, Жалгаз, ну, там, конечно же, UFC повыше уровня бойцы, но я думал, это был проходимый бойцы для Жалгаза. Первый бой я не считаю, что Жалгаз проиграл. Это в моем зрении, я думаю, он выиграл. А второй, да, чуть-чуть не хватило. И, конечно же, неправильный подход, я думаю, к бою неправильно подошел, неправильную тактику выиграл. Да, и, в принципе, сборы не те выбрал, получается. Он в другом месте тренировался. А сейчас он в данный момент находится в Америке. И сейчас я много чего сам, вот мы вчера только разговаривали, понимать, что Америка намного выросла в плане вообще тренировок, в плане всего, так скажем. И он понимает, что сейчас у него сейчас пик. Я думаю, третий бой он должен уже себя показать. Он до этого себя не мог проявить, так скажем. Сейчас он должен себя уже проявить. Но перспективы есть у парня. Конечно, конечно, да, я думаю, да. Были разговоры до пандемии, что в июне 2020 года UFC придет в Казахстан, уже предметно даже даты назывались, города и так далее. Но пандемия все подкосила. Как ты считаешь, до сих пор возможно ли то, что такая крупная мировая организация придет к вам? И как это повлияет, насколько это даст толчок вашему ММА? Ну, толчок он даст, конечно же, очень хороший. Рано или поздно UFC придет в Казахстан, потому что все там, все готово. Только вот эти вот нюансы пандемии. А так все готово. Я думаю, когда все в мире, в принципе, будет нормализоваться, я думаю, этот турнир по-любому пройдет, я так думаю. И ребят подписали же для казахстанского турнира. Я думаю, еще много будут подписывать. И в Казахстане минимум в год раз турнир должен быть, я так думаю. Ну, знаешь, многие ждали, Романа Аспанова UFC. Все мы ждали, да. Потому что, как бы, я тебе скажу так, очень харизматичный парень. Я с ним записывал интервью, и от него прямо вот отдает это харизма. Бывает у человека есть она или ее нет? Он очень харизматичный парень, интересный, такой на свой вес габаритный, зрелищный. Все у парня есть. Все есть, да. Почему в UFC его не подписали? Может, вы тоже общались как-то? Да, мы тоже очень близки, тесно общаемся. Мы с тех времен еще вместе. Но я так скажу, мы все удивлены. Мы все до последнего знали, что он рано или поздно подпишет UFC. Потому что, ну, некуда. После UFC он здесь хорошо выступил. Да, были, конечно же, промахи, поражения. Но он, как вы говорите, он очень интересный боец. Он, как бы, и в любой лиге он интересен, хорошо себя покажет. Ну, не знаю, для нас это было что-то новое. Потому что мы все ждали. И он даже не разглашал. И на следующий день мы видим, что он подписал UFC. Я думаю, это в первую очередь, он тоже не молодой боец. В первую очередь у него семья, пятеро детей, как бы большая семья. Это в первую очередь, наверное, финансы. Ну, чтобы не простаивать, конечно. Да, не простаиваться, финансы. И я не знаю, там, на сколько у него контракт. Может, такой, на два-три боя. Может, да, сезон сейчас отобьется. Да, да, отобьется. И сразу подпишет. Кайрат, еще хотел спросить, где ты живешь в Казахстане? Откуда ты родом? Расскажи немного об этом. Было бы интересно. Я живу в Алмате, бывшей столице нашей страны, так скажем. Я родился неподалеку от Алматы, от 200 километров, это город Талтыкурган. Вот, в принципе, город Талтыкурган тоже похож чем-то на Грозный. Очень чисто. Да, вот, в плане чистоты очень похож город Грозный. Вот, и я там родился, а всю жизнь жил, вырос в городе Алматы. У меня есть старший брат, семья с нас двоя, родители. Все, аль-хамдуля, семья, дети, трое детей. Вот, как-то так же. Ну, это довольно-таки интересно. Ну, семья, как относится к твоему выбору? Переживают это, понятно? Не отговаривают тебя, что я поставил такие жесткие бои? Ну, мама изначально отговаривалась. Сейчас я сам выходец из борьбы, греко-римской борьбой занимался. И они тогда меня сильно поддерживали. Ну, когда я уже перешел в ММА, мама вот категорически была против. Отец особо, он всегда за меня поддерживал, а вот мамка боялась, да, так скажем. Вся семья была против. Ну, сейчас, в данный момент, моя мама, наверное, один из ключевых таких моих фанатов. Даже так, да, изменила, да? Да, изменила. И больше всего моя мама, наверное, мой психолог во всем мне поддерживает. Ее с ней вот даже подсказка, радость, вот это все влияет на меня очень сильно. Вот, допустим, приведи к примеру, вот, как, может, в плане настроен на бой, или наоборот, может быть, там, после тех же поражений, что она тебе говорила? Ну, когда я выигрываю, ну, перед боем так, она говорит, ты, говорит, сильный, тебя никто не... Вот такие вот мотивационные слова. В любом случае, ты наш сын, что бы ни было, давай, покажи себя. Я думаю, ну, ты пройдешь, говорит, вот так, не переживай, все будет нормально. И меня это зашкаливало, я вот прям настраивался на бой. В принципе, у меня вот очень сильно переживали за меня дома, я так понимаю даже. Некоторые вот пришли, а дрались. Для меня бои – это вообще целая жизнь, так скажем. Не только я, вот, если я проиграю, не только я проиграл, а проиграл моя семья, мой народ. Я так вот считаю. Ну, да. Да, и для меня поражения очень тяжело выдаются, и я стараюсь вот на каждый бой подойти в хорошей форме. Казахские болельщики одни из самых активных, они очень преданные, неважно, побеждаете вы, проигрываете, они всегда поддерживают вас. Насколько тебе в 1FC не хватает этой самой поддержки? Очень сильно. Может, кто-то доезжает, кто-то, может, приезжает? Да, 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 он доезжает, но очень их все равно мало получается. То есть в Азии, когда я выступал там в Китае, там наших студентов очень много, они сильно поддерживали, да. А сейчас вот эта пандемия и все равно как-то влияет. Я вот, когда наши казахстанские болельщики меня поддерживают, я это чувствую, прям реально чувствую. И, конечно, всегда приятно. И я думаю, как это все закончится, я думаю, все равно Уан придет в Казахстан, и я хочу проявить себя на своей аудитории, в своей стране, показать себя для своего публики, так скажем. Ну, на самом деле, да, турнир напрашивается, тем более ты рядом, я думаю, титульный бой можно было бы, в принципе, провести в Казахстане с твоим участием. Ну, что ж, Рат, будем ждать твоего возвращения. Большое спасибо. Будем надеяться, что ты получишь бой, тогда, когда ты этого хочешь, когда ты будешь готов, чтобы максимально проявить себя. Удачного сбора в тебе, спасибо за интервью. Большое спасибо. Слава вам, Алекса. На этом, уважаемые друзья, у нас все. Спасибо за внимание. Занимайтесь спортом и ведите здоровый образ жизни. Ну, и, конечно же, не пропускайте наши следующие программы. Увидимся, как обычно, ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин